Привет, мужики! Сегодня я вам хочу рассказать три реальных истории, которые со мной случились, и я их назвал три победы над олигархами, над монстрами, над воротилами. Бой был неравный, но я смог одержать победу. Погнали! Первая история началась четыре года назад. Я закрывал кредитную карту в банке открытия. Я спросил, какую сумму мне внести, и заплатил даже чуть больше на 60 рублей. Девушка операционизировала карту, при мне ее разрезала, и я спросил, это все? Все. Не все, все только началось. Через три месяца посыпались смс-ки, что у меня имеется просроченная задолженность. Я позвонил по горячей линии, и сотрудник банка мне сказал, все хорошо, смс-ки формируются заранее, кредита у вас нет, все отлично, ура! Не ура! Через 8 месяцев смс-ки посыпались новой силой. А еще через некоторое время мне позвонил сотрудник банка и сказал, у вас на карте осталось 30 рублей долга. На них набежали пени, и сейчас сумма долга составляет уже 1200. Вам нужно срочно закрыть этот долг. Во! Ничего платить не буду! Это просто жесть, я был в шоке! Не я заплатил сумму, девушка мне сказала, какую надо заплатить. Парень по горячей линии меня успокоил. В отделении банка пишет камера, разговоры по телефону записываются. Ну проверьте, я все сделал, как вы сами говорили. Я ничего не платил, и у нас началась банком война. Три года я исправно брал трубку и в открытую говорил банку открытия, что я ничего платить не буду. Они проднали долг коллекторам, и коллекторам я говорил то же самое. При этом, при разговоре с ними, они часто вставали на мою сторону, но требовали от меня справку о закрытии счета, но у меня ее не было. Девушка-операционист мне про ничего не сказала. И я спросил, это все? Все. Через три с половиной года мне приходит смс-ка. Банк готов убрать в пене, закройте лишь основной долг в 30 рублей. Нет, 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 я был непоколебим. Я позвонил по горячей линии и сказал, уберите этот позорный долг. Такой большой банк и такая сомнительная история. Не ведите себя, как мошенники. На следующий день я пришла смс-ка, что на карту поступила сумма в 30 рублей. И тут же списалась. Я приехал в банк и взял справку о закрытии счета. Вторая история касается застройщика. Тоже нехилые люди. Я у них купил дом на этапе котлована. Не переживайте, дом сдали, но сдали не вовремя, а опоздали на пять месяцев. И я решил с этим разобраться. Все меня отговаривали. Отец вообще говорил, чтобы я успокоился и смиренно заехал в дом. Но я решил бороться. Залез в гугл и составил претензию о несвоевременной сдаче квартиры. Затем обратился к специалисту, который занимается приемкой квартиры в новостройках и составил вторую претензию, а не качественно с данной квартирой. Общая сумма двух претензий составила 280 тысяч. И они мне их выплатили? Да! Застройщик перевел мне эти деньги без всякого суда. А при ремонте квартиры они ой как нужны. И это вторая победа, но не такая приятная, как последняя. Год назад я загнал свой фит на замену движки и коробки. Поставили контрактные, все нормально. Приехал домой на обед, пообедал, выхожу на улицу. Пипец! На капоте огромная глыба снега, лобовуха в дребезке. Все сфотал, вызвал полицию, зафиксировали происшествие. Позвонил в управляющую компанию, так мол так, давайте решать вопрос мирно. Приехал директор управляшки, очень мерзкий тип. Вел себя просто ужасно. Тут все подстроено, ты мошенник, мы снег чистим вовремя. При этом моя машина стояла у скамейки, которую полностью завалила снегом. Если бы там были люди, насмерть. Короче, этот чувак меня жестко взбесил и замотивировал. Война. Я вызвал независимую экспертизу, которая оценила ущерб в 30 тысяч. Почему так мало? Потому что с учетом износа. Приехал в управляющую компанию с этими бумагами, где они опять сказали, что я мошенник и ничего платить не буду. Хорошо, подумал я и обратился к юристам, которые меня очень сильно порадовали. Запросим с них всю сумму. Данная ситуация проходит по статье «Некачественные оказанные услуги». Поэтому запросим с них все 90 тысяч. На первое слушание они в суд не пришли, а после второго они конкретно зассали и пошли на мировую. Мужики, это был просто триумф. Это был эмоциональный оргазм. Их сотрудник звонит мне и говорит, а давайте не 90 тысяч, а 60. Тогда мы вам заплатим все сразу и полно. Нет, только 90 тысяч. Хорошо, можно растянуть эту оплату на 4 месяца. Нет, все деньги сразу. И они заплатили, мужики. Это кайф, это торжество справедливости. Боритесь и идите до конца. Если вы чувствуете, что правда на вашей стороне, идите до конца. То, что эти воротилы высоко сидят, означает лишь одно – больно будет падать. Такие истории. Пока, мужики. Субтитры сделал DimaTorzok